Дождь любителям спорта не помеха. В парк Прибрежный пришло рекордное количество участников по сравнению с прошлыми годами. За звание самого быстрого бегуна соревновали 150 человек. И это одни из лучших. С удовольствием наши работники принимают участие. Все подразделения, все крупные подразделения и малочисленные организации выставляют своих спортсменов на данные соревнования. Легкоатлетов разделили по возрастным категориям. Первыми на старт вышли девушки. Им необходимо было преодолеть дистанцию в 500 метров. Каждую спортсменку активно поддерживали болельщики. Одни в соревнованиях участвуют впервые. Говорят, пришли испытать себя, не надеясь на призовое место. Но в следующем году будут стараться войти в число победителей. Я вообще последний пробегу. Седьмая или шестая, что ли. Для меня это хорошо. Другие, напротив, принимают участие в осеннем легкоатлетическом кроссе на протяжении нескольких лет. Я еще выступаю, танцую. Сегодня утром было тяжело встать, но тем не менее, это зарядка, физкультура идет плюсом. Третий год подряд я занимаю первое место. Каждый год я участвую уже три года подряд на КАМАЗе за НТЦ. Мужчинам предстояло пробежать километр. К делу они подошли с большим энтузиазмом. Для многих участников легкоатлетический кросс не только соперничество, но и возможность отлично провести время в кругу коллег, пообщаться. А результат не главное. Постоянно каждый год участвую. Сейчас уже четыре года, конечно, было тяжеловато бегать, но не пропускаю ни один год. Зимой на лыжах, летом бег, так участвуем. В этом году еще бегать, так это нормально, мне кажется. Надо всем, чтобы выходили, вот так бегали. Организаторы соревнований уверены, с такими спортсменами ничего не страшно. И в следующем году число участников только увеличится. Кристина Маматова, Эльмира Ганудинова, Эльнар Мустафин. Вести КАМАЗа.